Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Евген Побловец. Сегодня в Гомеле прошла презентация постоянно деятшей в Москве национальной белорусской выставы Кермашу «Беларусь пропонует». Специалисты Республиканской конфедерации предпринимательства представили мощности буйнейшей пляцовки по продаже белорусских товаров в России. Национальная белорусская оптово-розничная выстава «Кермаш. Беларусь пропонует» – это долготерминовый проект. Под его до 2025 года передадена территория комплексу «Аурора» в российской столице площадью 60 тысяч квадратных метров. Выстава позволяет субъектам господарения не только выставлять свою продукцию, но и постоянно работать в розницу и оптом. Могчимости наибуйнейшей в свете пляцовки айчинных товаров у Гомеле представили члены Республиканской конфедерации предпринимательства. На встречу запросили представников мясовых уладов, державных предпринимателей и бизнесменов. Выстава «Кермаш. Беларусь пропонует» открыта для всех. Свою продукцию на ее могут представлять как буйные холдинги, так и индивидуальные предпринимательники. Все смогут показывать и продавать товары, заключать сделки, развивать сетку дилеров и пастушчиков. Для удельников так само створены льготные умовы по аренде площадей. Мы очень благодарны Республиканской конфедерации предпринимательства за предоставленную возможность поучаствовать на их площадке. Я думаю, что наши предприятия, особенно производственные сферы, это и малые предприятия, и средние предприятия, и крупный бизнес найдет для себя новые возможности с наименьшими затратами, с наибольшей эффективностью позиционировать себя на вновь созданной площадке. До речи Республиканская конфедерация предпринимательства высоко оценила узровень бизнес-климату в нашем регионе. Почас презентации старшиня президиума конфедерации Владимир Карагин узгадывая выники республиканского конкурса, який эта структура все лета проводила. Гомельская область, город Гомель и Октябрьский район были признаны лепшими Украине для ведения бизнеса. Жюри оценивала колькость иснующих субъектов малого и среднего предпринимательства, объемы промысловой вытворности, сумму податков, яка отрапляет их деятельностью в бюджет. У вынику Гомель тройче лепше. Исполком, руководство области, руководство районов, им удалось лучше интегрироваться. Вот смотрите, самые интересные, эффективные бизнес-форумы тоже проводятся в Гомеле. Есть возможность у нас сравнивать, где идет для галочки, а где идет для реального результата. Здесь есть результат. Вот почему жюри вполне объективно оценило, что Гомельская область в этом году уже в третий раз признается лучшей областью для бизнеса Беларуси. Настасья Кушинская, Михаил Рабко, Утель, Радио Компания, Гомель. В протяге тема развития предпринимательства и поширения деловых совместей. Зараз у Гомеля с визитом находится делегация Словакии. Сегодня в областном отделении Беларусской гандлево-промысловой палаты и ее представники провели семинар для деловых колов Гомельщины. Спикеры представили свой опыт ведения бизнеса и рассказали про умовы формирования беларусского предпринимательства на Словацкой территории. На встречу побывала и Ганна Ковалева. В опыт Словакии в створении рыночных осяродей стал доступным представникам малого и середнего бизнеса Гомельщины. Кировництво Жилинского отделения Словацкая гандлево-промысловая палаты особисто прибыла в Гомель, как провести ответный семинар. Замежные гости не только представили свои достижения, но и рассказали про то, каким чином и наши бизнесмены могут успехово вести бизнес в Словакии. На каких умовах это махтима, какие существуют пошлины и виды поддержки беларусских экспортеров на Словацкой земли. Отказано на это питание и стали головным с местом хуторки. Сегодняшний семинар очень радует тем, что это малый и средний бизнес. Нам бы очень хотелось, чтобы контакты малого и среднего бизнеса были активнее, чтобы они больше знали, словацкие партнеры больше знали о нашем бизнесе, наши бизнесмены больше знали о своих коллегах в Словакии. Поэтому это первый этап. Мы очень надеемся, что будет продолжение, что наши предприятия, малого и среднего бизнеса, предприниматели смогут принимать участие в аналогичных визитах в Словакию. Словакия давно выходит в лик партнеры в Беларуси, с якими наладжены тесные гандлево-экономичные относины. Калежь сказать про нашу региону приватности, товарооборот гомешин из этой краины, только за первые три месяца 2016-го склау больше, как 5 миллионов долларов. Сальда, становящая поставки нашей продукции, перевышают импорт словацких товаров. У такой ситуации замежные партнеры затекавлены у тым, как усталевать равновагу. Однако, разом с тым готовы разглядеть и новых поставщиков. Так, на этот раз, пробывши у нашу регион, представники Словакской гандлево-промысловой палаты выказали жадание наведать фабрику «Спартак» и предпринимство виноровной сферы. Мы смотрим в будущее, чтобы мы нашли партнеров взаимных между нашими предпринимателями и вашими. А это надо, как та славянская идея, надо сотрудничать между славянами и помогать себе, чтобы наши экономики были сильнее. Мы видим у вас, ваша страна красивая, развивается чистая. А качество ваших питаний, можно сказать, это пример хороший для Евросоюза? Это очень хорошие партнеры, очень активные партнеры, что нас радует. Очень мне нравится, что сегодня присутствует предприятие сферы туризма, потому что красивые страны у нас – и Беларусь, и Гомельская область, и Словакия, Жилина. Есть о чем говорить и есть возможность активизировать эту сферу. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телередо, компания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с запытаниями до старшиней областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенки. Звонки принимаются по номеру в Гомеле 75-12-37, с 9-й годин ранится и до 12-й годин. В этом частном вопросе «Гомельшан» откажет первый наместник старшиней Гомельского Гарвы Канкама Павел Явгенович Павлов. Нумер телефона 75-19-84. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомельском областной туберкулезной больнице отбылась встреча работного коллектива с делегатами 5-го Всебелорусского народного схода. Перед своими коллегами-урочами выступили главный уроч медустанова Александр Шираев и депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Алена Астапюк. И они поделились своими урожениями и рассказали о принятых подчас ходу решениях. У приватности значная увага в ближайшие 5 годов будет нададена питание махового здоровья и развития материально-технической базы медицинских установ. Александр Шираев означал, что в этом накерунке областной туберкулезной больнице уже многое сделано. Побудованный новый корпус, помешкание которого, отповидают самым строгим сучасным потребованиям. Что касается тех корпусов, которые, скажем так, еще находятся на стадии разработки проектно-спектной документации, то мы тоже это продолжаем. Мне приятно, что все наши мероприятия, они совпадают с теми сроками, которые выделены в программе социально-экономического развития до 2020 года. То есть я надеюсь, что к 2020 году данные мероприятия должны быть выполнены. По словам головного врача, до конца этого года в областной туберкулезной клинической больнице планует перейти на электронный запись и ввести электронные картки пациентов. У Гомеля планует переименовать 15 улиц. Отповедное решение одобрили депутаты на сессии городского совета. Размова и Депра, микрорайон Костюковка и Кинедану долучили до областного центра. Назвы 15 местовых улиц дублируют уже уяснующее у Гомеля. К отповедности с законом в одном городе не может быть двух одноименных улиц. Новые назвы Пакульс находятся у Распрацовцы. Пропоновать свои варианты у городскую топонимичную комиссию могут и местовые жихары. Установлены законодательством сроки, значит, топонимическая комиссия, с учетом пожеланий и мнением проживающих на этих улицах, значит, ну, внесет предложение уже на последующие сессии, для того, чтобы мы смогли их утвердить. И этим самым в целом по городу Гомеля закончили нормализацию улично-дорожной сети. Мастацкий керавник Гомельского областного драматичного театра Сергей Логутенко сегодня станет гостем программы «Добрый вечер, Гомель». Юною першыню вышел на сцену родного театра в 1989 году. С того часу творческарбонцы Сергея Логутенко свыше ста театральных ролев, вздымков у киносериалах и популярных телевизийных программах. Кожный персонаж у его выкананья вызначается индивидуальностью, со своим характером, поводинами, поглядами на життье. Як уплывая первоасобленье у вобразы інших людей на формирование особо актера, его особистого характеру. Про это Сергей Логутенко расскажет под часу встречи с ведущим Сергеем Краснобородом в программе «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 19.30 на канале «Беларусь4». До 33 градусов тепла шакается в регионе на выходных. Як поведомили у областным гидрометейцентра, в ближайшие сутки будет переважно без опадков. Ветер неустойливый 2-7 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе до 15, у день до 28 градусов. В неделе будет еще больше спякотной. У ночи прогнозуется до 20, у день до 31, местами до 33 градусов. В особных районах продать краткочасовые дожжи и на вольницы. У понеделок 18 липня в регионе прогнозуются моцные дожжи «Махчимы град». По коль же нагадаем, что в связи со спякотным и сухим надворьем наведывание лясо заборонено май на всей территории региона за выключением Ветковского, Добрышского и Житковского районов. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomy.by. На этом выпуск завершенный. У студы працавал Евген Паблавец. До сих пор доброго и до встречи в эфире.